Здравствуйте друзья. В этом уроке я расскажу про интеграции Tuya и Local Tuya, предназначенные для взаимодействия с устройствами входящими в экосистему Tuya Smart. Главным образом управляемая по Wi-Fi. На данный момент поддержка ZigBee и Bluetooth устройств весьма условна. Начну с штатной интеграции Tuya, которая уже есть в Home Assistant. Тем более, что все показанные далее действия актуальны и для Local Tuya второй интеграции рассмотренной в этом уроке. Все ссылки и команды вы найдете в текстовом виде по ссылке в описании. Первым делом нужно зарегистрироваться на платформе разработчиков iotuya.com. Аккаунт тут не связан с вашим аккаунтом Tuya Smart, его нужно создать отдельно. Процесс совершенно стандартный, не буду тратить на него ваше время. У меня аккаунт уже есть. Заходим на платформу. Доступных языков тут два, английский наиболее подходящий. Нам нужен раздел Cloud, категория Development. В новом аккаунте тут будет пусто, а у меня тут есть старый проект 2020 года. Нам же нужен проект не старше мая 2021 года. Нажимаем создать облачный проект. Имя придумываем любое. Описание в принципе не обязательно. Тут выбираем Smart Home. Метод тоже Smart Home. Тата центров тут много, надо понимать что ваши устройства находятся только на одном из них. Если региона Украина центрально европейский дата центр, поэтому мне остальные не нужны. Нажимаем создать. На этом шаге к сервисам по умолчанию нужно добавить еще один Device Status Notification. Нажимаем авторизировать. У нас появился новый проект. Из него нам понадобится ключ доступа и секрет. Но сначала нужно связать его с вашим приложением. Идем в раздел Device. Тут выбираем вкладку Link Tuya App Account. И нажимаем кнопку добавления, которая генерирует QR код. Заходим в приложение Tuya, переходим в меню профиля. Справа сверху нажимаем на значок сканера QR кода. Наводим на сгенерированные коды и подтверждаем вход. Появляется запись о связке с вашим приложением Tuya Smart. Отсюда проект берет данные о ваших устройствах, которые теперь видны на вкладке All Devices. Если списка нет, нужно в меню справа сверху сменить дата центры и найти тот, в котором они хранятся. Для авторизации интеграции нам будут нужны эти ключи. Копируем Client ID. Для этого урока я использую новую установку Supervised Home Assistant. Именно ее я показывал в уроке 1.1 обновления за ноябрь 2021 года. Идем в настройки интеграции добавить интеграцию. Ищем по названию Tuya. Выбираем свою страну. Сюда вставляем Client ID. В следующую строку копируем и вставляем секрет. Учетная запись от вашего приложения, не та что вы регистрировали на сайте, а именно та что используется при входе в Tuya Smart. После этого в интеграцию загружаются устройства подключенные к вашему аккаунту. Сразу хочу предупредить, что эта интеграция зависит от интернет и не всеми устройствами получится полноценно управлять. Вот потолочный Wi-Fi светильник. Тут полноценное управление, включая яркость и изменение цветовой температуры. Отклик быстрый, обратная связь работает. А это Zigbee розетка подключенная через шлюз. Управление тоже работает нормально. Сенсоры энергомониторинга по умолчанию деактивированы, но их можно включить. Правда нет гарантии, что они будут корректно работать. Это устройство LED светильник с адресными диодами. Тут управление только частичное. Из включения, выключения и смена статического цвета. Обратная связь работает корректно. Но переключения выбора режимов работы и предустановленных сцен тут нет. А вот Zigbee пульт, тоже работающий через шлюз, использовать не получится. Тут нет ни одной сущности. Нет сущности и в самом шлюзе, но его основная задача просто пробрасывать подключенные к себе устройства. Еще одна розетка, на этот раз Wi-Fi. Она сдвоенная, поэтому тут два переключателя, работает все корректно. Сенсоры энергомониторинга тоже надо активировать. Нормально, если после этого интеграция немного задумается. Вернемся к Zigbee розетке. Сенсоры уже работают. Правда в данном случае, это Blitzwolf BVS HP 15, данные есть только по напряжению. Wi-Fi розетка в данном случае работает корректнее, данные по энергомониторингу есть и оперативно обновляются. Перейдем к установке второй интеграции Local2E, но для нее, сначала нужно установить Hacks. Для моего типа установки, нужно перейти в консоль по SSH. Для тех кто использует Home Assistant OS, addon terminal подробнее показывал в уроке 1.0. Скрипт установки разворачивает компонент, после чего нужно перезагрузить Home Assistant. После перезагрузки возвращаемся в интеграции. Ищем Hacks, устанавливаем. Это может занять некоторое время. Тут отмечаем все пункты и идем далее. Теперь нужно авторизоваться в гитхаб, переходим по ссылке, вставляем код и подтверждаем. Для запуска Hacks, нужно дождаться завершения выполнения всех фоновых задач, и желательно перезагрузить Home Assistant. Если все нормально, то в Hacks вы увидите список новых интеграций. А нам нужна Local2E, при помощи которой можно управлять устройствами напрямую без облака. Ставим. В отличие от Tuya, эта интеграция добавляет устройства по одному, а не все сразу. Она сканирует сеть и выдает список готовых для подключения устройств, показывая их ID и IP адрес. Но кроме этого, нужны локальные ключи устройств. Рассмотрим два варианта как их достать. Первый вариант, он подходит для Supervised установки, заключается в установке дополнительных пакетов. Сначала ставим npm. Теперь ставим пакет для извещения ключей. Запускаем его. Тут нам понадобятся те же ключи проекта, которые мы использовали для штатной интеграции Tuya, из того же самого проекта. Так что первая часть урока актуальна, даже если вы планируете пользоваться только local Tuya. А теперь нужен виртуальный ID любого из ваших устройств. Идем в список всех устройств системы и из колонки device ID копируем какой-нибудь. Я взял от адресного LED светильника. Вставляем его в диалог. Плюшкой этого метода является то, что вы получаете ключи сразу всех подключенных устройств. Название, device ID и local key, все что нужно для локального управления. Если понадобится загрузить список еще раз, приложение хранит ID проекта, повторно вводить их не надо, только device ID одного из устройств. Второй метод получения ключа универсален и не требует установки дополнительных программ. В созданном проекте переходим в вкладку IP Explorer. Выбираем Smart Home Management System, Device Management, Get Device Details. В строку запроса надо вставить device ID устройство, ключ которого нужно получить. Отправляем запрос. В полученном ответе находим local key этого устройства. Оба метода извлекают одни и те же ключи, какой выбрать решать вам. В первом вы получаете полный список, во втором не нужно ничего вставить, но придется извлекать ключ для каждого устройства по отдельности. Теперь у нас есть все, что нужно для управления устройством по локальной сети. Теперь надо найти это устройство в списке по device ID. Еще один момент, это интеграция чувствительна к смене IP адреса, поэтому его нужно зафиксировать. Имя выбираем любое. Device ID подставился и извлекаем для него ключ. Вставляем. Для определения возможности устройства начнем с добавления сенсоров. В этом устройстве доступны 4 так называемых datapoint, это логические интерфейсы. Сначала надо разобраться какой из них за что отвечает. 20 судя по статусу false, выключатель, остальные надо тестировать. Название я даю по номеру datapoint, так будет удобнее. Сначала 21. Галочку поставим в конце. Выбираем switch. На него подключаем 20 датапоинт. Оставшиеся 24 и 26 тоже подключаем как сенсоры, чтобы увидеть как они меняются. У нас появилось новое устройство с четырьмя сущностями. Их может быть и намного больше. Теперь надо разобраться что за что отвечает. Проверяем switch, он действительно включает и выключает светильник, тут все ок. Обратная связь после выключения-включения в приложении тоже работает хорошо. 21 datapoint меняется когда в приложении я меняю режим работы светильника, он может принимать значение сцена и music. 24 datapoint меняет свое значение когда я пультом меняю цвет на светильнике. Каждый код соответствует тому или иному цвету и яркости. Что касается 26, мне не удалось определить за какой параметр он отвечает, так тоже бывает. Давайте разберемся как управлять datapoint'ами. Для этого есть специальный сервис который передает на него нужное значение. Устройство определяется по его девайс ID. Указываем datapoint в данном случае это 21 и какое значение ему присвоить, в примере один из режимов работы. Протестируем их. Кстати ID и ключ устройства можно получить в его меню настройки. Сейчас 21 datapoint стоит в режиме сцена. Запускаю скрипт по смене на режим music. Отработало корректно, светильник перешел в светомузыкальный режим. Как помним, штатной интеграции tuya такой возможности не было. Режим сцена тоже отрабатывается нормально. Определив коды нужных нам цветовых схем по 24 datapoint'у, можно аналогично менять их при помощи этого же сервиса. Определив за что отвечает тут или иной datapoint, можно удалить и вновь добавить устройства, давим более понятные имена. Либо просто сменив их прямо тут, как кому нравится. Не используемый datapoint можно деактивировать, либо просто не добавлять, если вы решили переподключить устройство. Штатная интеграция tuya удобная тем, что добавляет сразу все устройства и сущности. Однако поддерживается далеко не все, часть функций не работает. Работает быстро, оно зависит от интернет. Local tuya работает напрямую по локальной сети, но нужно добавлять устройства по одному и определять функции datapoint. Зато функционал в итоге намного шире. Эта интеграция чувствительна к смене IP адреса устройствам, их нужно фиксировать на роутере. Также некоторые устройства при отсутствии интернет, пытаются соединиться с облаком и тоже становятся недоступными даже для локального подключения. На этом все, надеюсь что этот урок был вам полезен и интересен. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Поддержать развитие канала вы можете подписавшись на Patreon, ссылка в описании. Там же вы найдете ссылку на мой телеграм-канал и каталог устройств для умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok